Как всегда в темном углу ютуба, с вами Вспойнчик, я приветствую вас, мои дорогие подписчики, пришлось, тут и пришлось, придется сейчас напугать этих богатеев, чтобы забрать их билет, они все такие здесь грустные, я только сейчас заметил, только один этот безумный доктор счастливый, на что он же сюда пришел красть, пока его не спали. Лили, он будет счастлив, в гардеробе, в гардеробе, а, да, мне же номерок надо собрать, только что же про это говорил, металюга, здорово, качает музончик, да, так, ну что, да ладно, испугался, ничего себе он заорал, ничего себе, девушки, Я ж плохо встал, а ты будешь как-нибудь реагировать, а? А, во, ей нормально, а то я подумал, она там вырубилась от тебя вообще, досрай, смотрит концерт так же, как ни в чем не бывало, даже не помог ей встать, а? Так, а теперь у меня есть номерочек Хоп, держи Не понимаю, что вы здесь... Не припомню, что вы заваляли, похоже у кого-то здесь проблемы с памятью Хм, приятного вечера или что-то такое, он сказал Там действительно стильные шмотки Пожалуйста, предъявите ваш номерок, если... Что? Так я же предъявил А, у меня уже есть А, да ладно, это супер стильно, но все равно выгляжешь слишком молодо в этом А, может быть, мне тогда их надо объединить все сами? А, зрите, вот она идеальная снобистка, маскировка или как-то там Так Так Все, я теперь могу это на себя надеть Бум! Зовите меня просто Лорд Кельвин Эй, погодите-ка Я пропустил случайно, я не... Это было не специально, я случайно это сделал Не, я дожидал, что потом он что-то еще скажет И что он потом нарядит Меня теперь пустят в бар Да? Добрый вечер, зламаный макей Я богатый колбасный магнат Махат Ван Фроман И я требую впустить меня в это вид Какое-то место Добрый вечер, герр Фроман Не, не встречались раньше, герр Фроман? Что? Нет, исключено Я только приехал из Шницельборга Виноват, наслаждайтесь вечером, сэр Ладно Кельвин, ответь, я... Кельвин, почему ты одет как мистер Арахис? Это мускевел, с помощью которой я проблался в один высококлассный бар Вау, я так рада, что ты предпочел выпить вместо того, чтобы отсрочить конец света Духзайс с одним выстрелом, Лис Согласно моим почти авторитетным источникам, Бетхоин сейчас где-то в этом баре Ну так поторопись и верни его на место Система обнаружила, что еще одно наряжение, Люпин все еще там Можешь положиться на Абрахама Ван Фромана И кто это? Это я придумал этот псевдоним Как знаешь, Кельвин Хе-хе-хе, КНБ-турнир? Хе-хе, я могу в нем быть счастлива? Привет, приятель! Садись и проверь свою удачу против действующих их чемпионов Вы хотите, чтобы я соревновался в рестлинге с этим качку? Нет, 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 никакого армрестлинга Парень-ножницы-э... Камень-ножницы-эм Что, совсем камень-ножницы-бумаг? А, именно это То, что ты там говорил, прямо в точку Что я получу, если выиграю? Ты получишь самый лучший приз в мире В мире. Пиво! О да, приступим! Казака мои ножницы, бумага, если я выиграю, получив пиво. Давай вот, бумага, хоп! Не получилось с ножницы, хоп! Получилось, и камень, напоследок, хоп! И я проиграл. Нееет! Действующий чемпион. Ты проиграл. Что за... Ты просто... Ох, наверное, вы об этом говорили, гадалка. А, похоже, кто-то никогда не играл по правилам соревнований. Возвращайся, когда подучишься, малыш. Чему я тут должен подучиться? Зачем мне вообще пиво? Это для какого-то безумного чё наносит картёжник. Это он меня может чему-то научить? Ничего себе, у него глаза бегают. Ты чего ищешь, а? Смотрите, прям что-то высматривают. У него ещё одна бровь так приподнята. Наверное, жертву ищет. Кого бы мне сегодня облапошить? Наверное, он тот молодчий шган, который только что пришёл. Хотя, я же теперь взрослый. Это вообще счастливая вечеринка. А чё вы празднуете? Отличная вечеринка. По какому поводу? Поводу? Да ладно, бро. Тебе не нужен повод, чтобы увидеть певка с братишками, бро. Эй, бро, как это сейчас делать брост? Э, что? Брост, бро. Брост и тост. Лады, давай только кружку возьму. А, мне нужно взять пивка, чтобы с ними выпить. Постер какой-то. Раньше реклама была такой навязчивой. Ничего себе, он ещё и в тёмной офигительной куртой паре сидит в углу такой толстенький, хопа, в очковочках. Что ты здесь делал? А вы, как, чёрт возьми, попали сюда в Ваде, это вообще не подоскнут. Легко. Я был тут ещё до того, как его ввели. И когда это случилось? Не знаю, года четыре назад. Вы, сэр, просто легенда. Выпьем за это, братишка. Бетховен, ничего себе. Здравствуй. Я рад с тобой встретиться. Извините, сэр, вы Людвиг фан Бетховен? Сэр? Людвиг? Людвиг? Сэр? Это вы, Бетховен? Кто ты? Чёрт, тебе что-то нужно? И говори громче. А, ну да, он же глухой. Что-то такое было. Я здесь, чтобы помочь вам написать вашу следующую симфонию. Над чем вы работаете? Пиши шедевр, который изменит мир. Как вам такое предложение? Я начну мелодию, а вы продолжите. Как вам такое предложение? Я начну мелодию, а вы продолжите. Прекрати, прекрати сейчас же. Взял ему просто на ухо, наорал. Я здесь, чтобы помочь вам написать вашу следующую симфонию. Фу, не будет никакой следующей симфонии. Почему нет? Вы же крутой! Может, ты не в курсе, но я почти ничего не слышу. Я заметил. Когда это произошло? Пару часов назад мне встретился некий низкий мужчина с безумным взглядом. Из какого-то горна, из самой преисподней, он издал ужасный визжащий звук, ударивший мне по перепонкам. Теперь единственный звук, который я чётко могу слышать, это звук чёртовой кружки, который я ударю об стол, когда заливаю свои душевные раны. Как же мне им помыть? Мне нужна кружка. Интересно, я смогу ещё раз сыграть, к примеру? Может, получится выиграть? Хотя нет, сначала я поговорю с картёжником. Какое у вас дело к картёжнику? О, я могу вам показать фото. Картёжник не может снизойти до мелких трюков, магических или каких-либо вещей. Он практикует искусству. Вы должны уважать это. Похоже, кому-то нужно пропустить теканчик. Картёжник поражён вашей наблюдательностью. Если я принесу выпивку, можете дать мне свои карты на минуту? Картёжник не из тех, кто даёт обещания. Но... Возможно. Келвин прощается с вами. Картёжник не оценил твою шутку. Картёжник. Надо опять попробовать сыграть. Не знаю. Ножницы. Хоп. Ножницы. Хоп. И ножницы. Хоп. Не получилось. Пух. А он же показал просто пистолет. Камень может быть. Хоп. Камень. Хоп. Я выигрываю, да? И чтобы я сейчас не показал, он покажет мне пистолет свой сраный. Хоп. А в чём прикол-то? Он так и будет этой фигней страдать. Где-то что-то должен, наверное, сейчас найти. Ну-ка, бармен, может быть ты мне пивка? Добро пожаловать, Сергей. Я могу вам помочь. Бармен, пиво мне. Прости, сэр, у нас осталось только одно пиво. И оно зарегистрировано для победителя в соревновании Камень-Ножницы-Бумага. Всего одно пиво? Да, этот злой композитор выпил всё до капли. Я возьму один беспричинно сложный коктейль. Великолепный выбор, сэр. Я предлагаю вам свой фирменный коктейль «Ардамсамими». Сентябрь номер снобизма описывает его как кислый, ещё не спелый, но с тонкими нотками лаванды и говядины. Вам понравится. Хвастун. И зачем он... Может быть... Я смогу ему... Нашему картёжнику, которому ищет свою жерсть, дать коктейль? И тогда он мне отдаст свои карты. Хоп, а смотри, что у меня есть. У вас было дело к картёжнику? Что? Я только что дал вам выпивку. Вы сказали, что одолжите мне свои карты. Картёжник не помнит ни про какую выпивку. И обещание. Вы что-то путаете, сэр. Ты. Ты хитрюга. Да ладно. Вот он говнюк. У меня деньги, по-моему, бесконечные. Этот один доллар уже тратит на всё, что угодно. Бармен. Дайте мне самую больную штуку, что у вас есть. Миласки, сэр. Миласки, сэр. Я боюсь, что этот напиток отпускает лишний... Пап, блин, саню, врага. Врача. Ого, как это? Последние несколько посетителей, которые заказали его, испытывали некие симптомы. Что, вроде боль в животе? Они лопнули. Класс. Ха-ха-ха-ха. А то вы в пивке лопнули. Да, может мне с ними надо чокнуться, с этим, которые там на вечеринке. Может, тогда что-то произойдёт? Погоди, бро! Ты не можешь тостись этим. Стекло разобьётся, посуда. Тотальный облом, бро. Блин, я не смогу с ним чокнуться. С ними. Дарс, я могу к этому ещё что-то применить. Не, зная себя, я бы скорее попал в Бетхорена. Только ускорив конец света. Ладно. Никогда не пытался выиграть вас все эти четыре года? Большинство людей в баре меня даже не замечают. Смотри. Эй, придурки! Вы всего просто кучка нас... Пыщенных стиляг! Видишь? Невероятно. Ну, если честно, вот тот чувак совсем глупой. О, здесь есть арахис. Хоп. С этим надо быть посторонним, у меня нет большая аллергия. К тому же они явно хранятся тут дольше, чем я. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Кому этот арахис может понадобиться? Кому-то может стать плохо от него? Не знаю, может его отрывануть? Я не уверен, что этим совместимым как-то, да? А для чего мне этот арахис может понадобиться? Может, как-то имя? Фу, бери эту... Переносыщую пойлу от меня. Арахис, дай. Я бы не стал на то вместе. Это есть уверен, что они постарше меня. Может ему арахис дать? Я думаю, он достаточно соленый. Что? Тут еще что-нибудь есть такое, куда я могу нажать? Я просто даже не представляю, что мне теперь надо с этой выпивкой делать. Он сейчас, наверное, опять выпьет, и ничего не произойдет, да? Тут же надо с ней что-то сделать. Ну да, ему просто без разницы. Пофигу. Бармен. Мне нужна еще выпивка. Я свой коктейль опять просрал. И ничего с этим не поделать. Я просто пока не понимаю, что мне нужно сделать. Я еще и арахис взял, который, блин, здесь лежит. Ты же хрец знает сколько. Мне, кстати, что-то тоже арахису захотелось. Вышибала, хочешь коктейль? И что ты прикажешь мне с этим делать? Выпить? Ух ты. А вы здесь откуда? Подознательная личность. Вы были на концерте? Да, именно, там я и был. На концерте. И что вы думаете? Концерт вызвал бурю эмоций, которые желанны и присущи концерту. Ну, хорошо. Наверное. Хорошо? Да. Может, молоточком приложить один момент? Мне лучше не буду. Коктейль хочешь? Мне лучше не буду. А как мне вообще с ним взаимодействовать? По-моему, что-то новое сказал. Ну, ладно. Чего-то я не понимаю, что мне нужно сейчас делать совершенно. Я не уверен, что они совместимы. Зачем я это вылил? Мне надо было идти сюда, чтобы это вылить? Да ладно. Я не уверен, как это... И как это будет работать? У меня есть теперь пустой стакан, и зачем он мне? Ма, надо туда, наверное, что-то убойное налить. Мне надо найти какую-нибудь выпивку, чтобы он выпил и охренел, а потом я смог забрать у него карты. Это точно автомат с жвачкой. Это... Устаревший автомат с жвачкой, не знаю. Может, арахис поместить сюда? Нет, лучше не буду. Так уж чем я здесь взаимодействовать могу? Фронтоватый любитель перекусить. О, это пончики у тебя там? Чего, грязи шарики? А что внутри, грязь? Пожалуй, я пас. Грязи шарики хавает. Ботаники, что это так? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Что? В путеводителе сказано, что на потолке в стебюе нарисован громадый адский брундук. Я ничего не вижу. Купился. О, очень по-взрослому. Что мне делать? Где мне найти это ужасное пойло? А почему? Сплевательница, набери себе пойло. Скажи, что это... Что это охренительная выпивка. У меня очень сильная аллергия. А дальше я пройти не могу. Посетители концерта. Может, я сам... Как вам представление? Потрясающе! Я будто заново родилась, не так ли? Мартемер. Да, Анжелика, чувствую, будто... Буду хочу петь. Словно звезды в небесах. Словно звезды в твоих глазах. Ведь ты свет... Ведь ты свет... Моей жизни. Ну, браво, наверное. Доктор Крузлинг. О, доктор, здравствуй, прошу прощения, мистер... Крузлинг, доктор Крузлинг. Чем могу помочь? У меня ноги будто ватные. Мне нужен рецепт на милоскию. Пока еще не поздно. Похоже на легкую форму сифилиса. Именно. Именно. Приписываю шесть таблеток йода и постельный режим нанить йоду. Блин. Так, я вернулся. И что я там? Я упал с лошадью, у меня лопнуло легкое, только в мазке спасет меня. Ну, лопше легкое, надувшееся обратно за пару дней. Отдувается. Именно. Именно. Слабый чай и четыре часа тойки на голове может ускорить процесс. А, они должны ускорить процесс. Ой, да ладно. Так, я тогда понимаю, что мне нужно арахис на себя применить. Подойти к этому доктору. Я его еще и съел. Сколько ему лет? Эй, док. Эй, док. Может теперь выпишите мне рецепт на милоскию? О, господи. Чужосущая лицевая деформация. Ох, даже мне не под силу справиться с таким недугом. Вот, насладись своим последним напитком перед взрывом мозга. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Спасибо. Пять минут спустя. Я не пользовался этим трюком с тех пор, как сдавал экзамен по органической химии. Ничего себе поплохило. Как ты через пять минут вообще в нормальное состояние пришел? Тебе же должно было быть вообще жопы. Ну нет, так-то нашему главному герою похорошело. Повезло прям. Ну ты что, никаких осложнений не произошло. Так, у меня есть рецепт. Предписание. Вот, держи. Милоскию, пожалуйста. Ах, да. Вот мой рецепт. Очень хорошо, сэр. Однако, перед тем, как сделать его, я обязательно проинформировать вас о следующем. Милоския не рекомендуется к употреблению больным и не уничтожим. Не мешайте Милоския с другим алкоголем. Не употребляйте Милоския до или после работы с молотилкой. Не употребляйте Милоския в непосредственной близости от фонтанов и декоративных часов. Не употребляйте Милоския в Испании. Не употребляйте Милоския во время экзистенции. Не произносите молоския по буквам, не употребляйте молоския вверх ногами, не думайте, что выпивай молоския, и вы каким-то образом станете лучше молоскией. Если молоския задался вам простой вопрос, не отвечайте. И, наконец, не пейте молоскию. Вы ознакомились с правилами, принимаете их условия? Да, 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 конечно, давай уже. Достижение разблокировано. Что с это достижение? Тут еще какие-то достижения есть? Да ладно. Адский коктейль. Охренеть. Как ты вообще его изобрел? Держи. Вот, мистер Картежник, это последнее творение бармена. Эм... Эм... Алиса. Упительные салатки с нотками долюфина и... Чего же там, Картежник принимает твой удар с скептицизмом и любопытством. Хопа. Я верю, что с ним все будет нормально. Хе-хе-хе. Чего с... Вот это как ты... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это же как-то очень быстро. Хоп. И зачем мне карты? Давай в карты сыграем. Нет, лучше не буду. И зачем мне тогда карты нужны эти? Для чего я их вообще брал? Да, может быть, с ними карты не думаю, что это сработает. Для чего мне эти карты нужны? Я их, конечно, получил. Но я так и не нашел, для чего они нужны вообще. Может быть, мне их отнести... Как его там? Ведьме? Или, может, ему предложить? Может, он знает, что с этими картами делать? Нет, лучше не буду. Окей, хорошо. Не хочешь. Ммм... Может, ему карты? Прости, мальчика, я беру только наличные. Может, тебе карты? Эта колода карт подойдет? А для чего ей нужны колоды? Да, должно сработать. Давай посмотрим. Решение твоей проблемы... Не вечно потеряно для меня. Что, я даже плавать не буду. Подожди, извини, извини. Карты лежат вверх ногами. Решение твоей проблемы... ...находится в левом нижнем углу пергаментной стены. Ау, таинственно. А ты думал? Где? Какой еще пергаментной стены? Какой еще... Тего? Пергаментной стены? Решение моей проблемы находится-то. Подожди. Что она мне вообще сказала? Томоро на... Ха! Что? Решение моей проблемы находится там-то-там-то. Это где? Что-то я даже не... Как-то пропустил этот момент, что она мне сказала. Ну, а сейчас все, может быть, вот здесь вот, пергаментная стена. Решение моей проблемы. Вот, точно. Рок. Пушка. Камень, ножницы, бумага. Одолевает козла. Или рог. Рог одолизывает пистолет. Что за бред, а? Ничего себе игра у них там. Каким-то чудом я сюда пришел и нашел этот свиток, который показал мне истину, как играть в эту божественную игру. Видимо, сама судьба и гадалка привела меня сюда. А как это? Бумага. Хоп. Камень. Хоп. Рога. Хоп. Эй, я выиграл. Хе-хе-хе-хе. Ха, получи, хмуро-тихое. Тебе только что, уделали? Ой, в смысле, спасибо за хороший матч и честную игру. Пожалуйста, не отрывай мне руки. Что я получил? Пивное жетон? Хе-хе-хе-хе. Одно победное пиво. Эй, у меня кровная дыра в кружке. Я знаю, сэр, я сделаю ее, чтобы пиво могло дышать. Это должно улучшить вкусовые ощущения. Что ж, ладно, только все пиво вылилось на стойку. Ох, да. Жидкость. Прошу прощения, сэр. Я бы налил вам взамен, но у нас все закончилось. Да ладно. Где мне теперь это пиво брать? Так у меня еще и кружка с дыркой. Где мне теперь пивко-то брать? Не думаю, что эти бро дадут мне за тостись с пустой кружкой. Блин, я даже не знаю, даже не знаю, что мне теперь делать. Не знаю, может быть, с ним обменяться. Не думаю, что это все сработает. А у меня еще один арахис. Нет, мне хватило и первого раза. Окей. Блин. И опять у меня... Стоит передо мной вопрос, что мне делать? Кэн, по этому же не... Камень, ножницы, бумага. Сокращение. Ааа. И где мне теперь налить пивка? А, блин, подожди, он что-то новое сказал. Я, как всегда, это пропустил. Уверен, что у вас нигде не осталось еще пива? Более чем, сэр. Могу я вам посоветовать диетический доктор Люпин? У вас в наличии около 12 вкусов. О, господи, нет. Да кто вообще захочет... Ну, что-то там. Надо пробовать это. Где-то здесь надо мне теперь пиво найти. Может, я еще один доллар? Один доллар за парковку? Это грабеж. Не знаю. У нас бы, к примеру, это было дешево. Может, там пивко есть? Что мне сделать с пробитой кружкой? Как это вообще можно совместить? Не знаю. Может быть, мне в эту кружку воды налить? Ааа, блин. Ну, что мне делать опять, а? Кто мне подскажет? Да, она прольется сквозь дыру. Не уверен, что это все совместимо. Мне еще, кстати, там стекло до сих пор не разбило. У меня есть молоток. Надо как-то еще придумать, как его разбить. Не знаю, может быть, он что-то сделает с этим, а? Не уверен, что это совместил. Может, я каким-то образом с помощью молоткова смогу починить? Нет, не могу. Может, я этой кружкой смогу разместить стекло? Не думаю, что это сработает. Тоже. Ааа. Мне нужна жвачка. Да ладно. Я смогу залепить дырку. Так, теперь... Как так-то? А, ну теперь надо ее прожевать сначала, чтобы я только потом смог залепить. И ты сейчас вот это вот уберешь в портфель, да? Ты еще и бровями так поиграл, типа, смотри, как я могу, а? А ты так умеешь? Не-не-не. Так, а теперь... Сработает это? Да. Не знаю, может, наполовину? У меня еще и выбор какой-то есть. Наполовину полная кружка. И что мне теперь с этой кружкой делать? Какой-нибудь есть какие-нибудь мысли? Не знаю, может быть, он мне даст свой грязевой шарик, я закину эту в кружку, и из этого получится пиво каким-то образом. Нет, я не хочу выходить. Мне нужны твои грязевые шарики. Я могу я у него их взять? Так, нет, они говорят то же самое. Нет, лучше не буду. Почему? Может быть, мне еще совместить с этой кружкой вот то, что находится вот здесь? Не думаю, что сработает. Нет, это не работает. Мой план не сработал. Почему-то. Так, а тогда что мне сделать? Может, мне заказать тогда еще один коктейль, после чего... А... Может быть, мне все-таки попробовать разбить это стекло еще раз? Нет, пока я что-то не сделаю, достижение разблокировано. Это из-за того, что я стукнул три раза? В надежде то, что оно сломается? Так... Не знаю, может, с ними чокнуться, и когда чокнусь туда пиво, в мою кружку нальется каким-то образом. Ладно, бро, начнем же! Начнят, бро! Да ладно! Его осенило! Мне еще и сразу получилось, что я кружку только до половины налил. Кельвин, неустойчивость пространства временного потока упала до 30 процентов! Нееееееет! Кельвин, это хорошо! А, ура! Не могу в это поверить, но, похоже, все, что ты делал, работает. Значит, ты хочешь сказать, что я могу вернуться домой из залпа, посмотреть все сезоны? Ты... Что? Нет! Нам необходимо отправить час в следующую временную аномалию. Но... Но... На улитке. Кельвин, ты не можешь посмотреть звездных улиток, если Люпин взорвет все линии. Да ладно, отправляйся. Уже отправляю, увидимся на другой стороне, Кельвин. А, отправляйся на мой душ. Фу! На трубе волосы. Слева. Откуда это она отправлялась? Следующая остановка Лондона, 17-й. Известный математик Исаак Ньютон внезапно что-то там сделал. Лондон, 1673 год. Хопа. Ничего себе! Ха! Зачем ты его выкинул? Он бы тебе еще понадобился. Ничего себе, взял. Кельвин, ты тут? Хорошо, согласно системе, ты сейчас в Лондоне. Есть небольшая вероятность, что ты должен помочь Исааку Ньютону. Чувак? Ты... Ты сейчас с Айзак... Скрипачом? Это Исаак Прельмен. О, шведский теннисист. Кельвин, это... Бьерн Борг. Слушай, в 1672 году Исаак Ньютон получал предвидовую наушную работу об основании, и после этого, больше ничего, в яблочко. Должен быть, Люпин как-то вмешал в его дальнейшие исследования. Понял тебя. Мы можем вернуться на правильный путь. А мы знаем, понятия не имею, но, наверное, он сам в курсе. Удачи, Кельвин. Чё-то как-то слишком быстро, по-моему, разговаривают. Ой, это что такое? Вывеска башни? Дверь башни. Туда можно только пройти за 5 центов. Ну ладно, ну я уже тогда всё здесь буду исследовать в следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok